Ирада Зейна Алова начала свою карьеру в 1997 году, когда её подруга Ольга Кокорекина предложила ей попробовать себя в роли помощницы редактора в программе «Время». Этот шаг стал решающим в её профессиональной жизни. Она быстро продвинулась по карьерной лестнице, став редактором и переводчиком, а затем и ведущей телепередачи. Своим дебютом на телевидении в 2000 году в программе «Время Ирада» утвердилась как талантливая журналистка. Её способность освещать широкий спектр тем, от политических событий до природных катастроф и спортивных мероприятий, позволила ей занять видное место среди тележурналистов России. Зейна Алова сыграла значительную роль в развитии новостных программ на российском телевидении. Её участие в создании ньюсрума и работа в качестве ведущей помогли модернизировать подход к подаче новостей, делая их более доступными и интересными для широкой аудитории. Телезвезда вела программу «Итоги недели» на НТВ с 2016 года. Сегодня стало известно, что эфир «Ирады» в воскресенье станет последним. Президент России Владимир Путин назначил нового посла в Республике Маврикий. Ради этой должности Зейна Алова и оставит телевидение. Она настроена на ответственную работу на новом месте. «Я ставлю перед собой цель оправдать доверие президента». «Потому что сейчас наш вектор на Африку — это невероятно важное условие нашего развития и невероятно важное требование времени, когда мы должны связывать мир дружескими, экономическими и идеологическими связями», — рассказала Зейна Алова. «Телеведущая обратила внимание на то, как представляют Маврики в сетях. По мнению Ирады, возможности государства куда обширнее. У Маврикии очень большой потенциал. Это государство дружественное нам с момента своего, грубо говоря, основания, с момента получения независимости. У Советского Союза были большие традиции дружбы и помощи Маврикию. В 2025 году исполнится 50 лет с того момента, как мы спасли эту страну по-настоящему после цунами. Советский Союз был единственным государством, которое пришло на помощь Маврикию. И это важная дата. Она видит символизм в том, что именно сейчас отправится на Маврикий. Для неё важно, чтобы представители двух государств вспомнили, как работали вместе, дружили, обучали студентов Маврикия, который только получил независимость от Британской империи. Там есть что делать, и это чрезвычайно важно. Я надеюсь, что я оправдаю оказанное доверие президента», — добавила Ирада. О назначении Зейналовой заговорили ещё в конце мая. Тогда телеведущая заканчивала Дипломатическую академию МИД России, что связывали со скорым получением должности. Что ж, жаль прощаться с такой талантливой телеведущей, но жизнь есть жизнь. Субтитры создавал DimaTorzok